Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы делаем серию записей, вопросы и ответы, которые называются «Во свете Библии». Перед нами Библия Синодального издания, перевод 1876 год, полная, 77 книг. Пожалуйста, Игорь Владимирович, вопрос. Вопросы по первому тому книги открытым оком ваш первый том. Вопрос 69-й. Вот так он звучит. Я вам не сужу. Что такое благословение и кто его может давать и каким образом? Это мне вопросы, которые задавали в учебных учреждениях, где я вел занятия много лет. Только в одном университете, Алтайский технический университет, я там преподавал 18 почти лет. Я считаю АГУ, это гуманитарные школы. И накопилось много вопросов. Эти выразились в ответах в книгах. Открытым оком. Каждая книга, вот показана была, у нас 752 страницы. И таких томов 30 в бумажном варианте вышло, еще 3 в интернет. И вот один из вопросов из первого тома. Пожалуйста, открытым оком. Ответ. Благословить. Хвалить, прославлять, превозносить, посвятить Богу, освятить. Матфея 5 глава 44 стих. Желать блага, счастья. Марка 10 глава 16 стих. По радио, когда другие выступают. Ну, он как благословляет? Благословляет батюшка, бывает там мать ребенка. И все. Я отвечаю не так. Что об этом говорит Бог через Святую Библию? Все время надо помнить, вопрос задают не мне. Люди через меня хотят узнать волю Божию. Тогда делаюсь я неповинным, тружеником на Неве Божией. И он получает необходимую карту в руки направлению, куда дойти, как поступить. Вот я показал. Ты этому не веришь? Ну, с меня это вопрос снят уже. Мое дело сказать. Я никогда не спорю, еще раз говорю. Вот я когда ставлю материалы, ролики, и там начинает и прям задирает. А что вы молчите? Вы не знаете? Сказать нечего? Правда, глаза колет. Стыдно. Борода седая. Ничего не знаете. Прикидывайтесь. Для меня эти слова ничего не значат ровным счетом. У меня, знаете, практика такая, как у старого быка. Чем больше, говорит, его долбят, бьют, тем шкура толще. На мне уже кто только не пытался ехать, кто меня не запрягал, не зажимал у скалы, как валам его ослицу, но там и слез. Пришлось идти пешком. Если он не со словом Божиим. Ни одному священнику, ни одному епископу, ни патриарху не дана надо мной власть, выше власти, данной Христу. А когда они говорят по слову Божию, я к услугам каждого. Напою, накормлю и пойду за ним, и буду нести его в вещи одной-два поприща. Вот что это означает. Дальше. Но я пользуюсь словарями и неустрима, и каких только нету. Иголея, и каких только нет словарей. Григория Мдиченко и беру оттуда. А потом сравниваю с Библией, и потом даю маленькие разъяснения, чтобы было понятно. Я не имею никакого образования. Я ни одного класса ни в семинарии, ни в академии не учился. Ни одного дня. Но ровно 50 лет я день и ночь учусь в Слове Божьем. Эта книга, Библия, вот святая, не отходит от уст моих ни день и ночь. С ней я был всюду, где был. На каплярах у сектантов, на кораблях, в самолете, в пяти тюрьмах, в лагере смерти. И она вывела меня отовсюду. Эта книга меня, вот эта книга, она сделала меня бедным при всех моих талантах, умениях. Она меня зажала в угол, она меня примирила с врагами, она мне позволила дошить мне 74-й год, а что я в жизни пережил, хватило бы, наверное, ни на одного человека. Это все она. Во мне необычная любовь от Бога к Библии, потому что я обратился, покаялся у сектантов. Истинно. Я с детства был верующим, но принять, как волю Божию, извлеченную словами на бумаге, это было ровно 50 лет назад, 27 сентября 62-го года в 17.00. Поэтому мои ответы, они скучные, сухие, но они единственные верные, других нету. Пожалуйста. Благословлять можно или словами, или делами. Словами, когда кто-либо призывает на человека на помощь и благодать Божью. Призывает на человека помощь, что пришла помощь. На этого человека. Господи, дай ему помощников, он пойдет, помоги ему там, сохрани его. Вот где об этом говорится. Матфея 21-я глава 9-й стих, Лука 6-я глава 28-й стих. Или благословляет Бога, выражая благодарность и хвалу. Лука 1-я глава 64-й стих, Римлян 1-я глава 25-й стих. Вы обязательно проверяйте эти места, смотрите, мало ли что тут я наговорю, напишу. Или же благословляет предмет с благодарением Богу и молитвой. Матфея 14-я глава 19-й стих, 26-я глава 26-й стих. Вот варианты, что означает слово благословение. Сегодня благословением играет, особенно священники. Я прошу не умирать, священников, кто смотрит. Вообразите, что я говорю про Японию, тысячу лет назад это было. Но если вы желаете оттуда что-то взять, можете взять, а нет, значит, про вас тут ничего не сказано. Нету, для вас Библии если нету, канонов нету, вот книга правил каноны, я ей отдал, три года специально занимался, переводы, словари составлял, симфонии. И они об этом говорят. Библия должна быть на первом месте. Где в доме Библия Златовоз говорит, дом этот недоступен для дьявола. Вот даже какие слова сказал. А то, кто тебя благословил, да кто же меня благословил, Бог сказал, идите проповедуйте Евангелие. Мы дорогой едем, я показываю грамоту. Вот это у меня книга правил, она подарена мне митрополитом Виталием. Тут печать есть, если можно, посмотри. Это была Кирио Пасха, 91-й год, еще до моего поездка и встречи с ним в Америке. Я говорю, митрополит, а кто он такой? А другой, священник, преподаватель семинарии в Томске. Так это было в каком году? 95-й год. Еще благословение у вас имеет срок давности или еще? Я сегодня благословил-то. Так а кто такой раскольник? Как раскольник-то? А за ним лавр был, вот соединились между... Так что попало? Это преподаватель студентом. Он ничего не соображает, совершенно неверующий человек. Но он поставленный, и он развращать будет, пока не помрет на этом месте, пока Бог его не пришибет там. Я говорю, благословение, и поехал сюда, благословил епископ Евтихий. А кто это такой? А вы не слышали? Домодедовский, у патриарха Кирилла. На него не влияет. Когда это было, я показываю, книга, 2002-й год, а рядом написано Максим, Московская патриархия, епископ Дмитриев, Барнаульский. Так это в 2002-м году было, а оно еще 12-й год. Это преподаватель в семинарии в городе Томске. Так это Московская патриархия, я уже на это отначал, ну своих-то хоть признай, он не признает, почему ему надо меня занести в стан враг народа и расстрелять. И все, и тут же стоят студенты, они за него прячутся, значит, отметка будет другая. А он через патриотизм шагнул, но, видимо, когда мы зашли в храм, молились, он там регент был, мы молились крепко, и уже на завтра, кажется, мы видели, он долго исповедовался, в другом храме стоял. Может быть, Господь прошиб ему маленько под темечко. Что ж ты делаешь-то? А там у меня и романахи знакомые, все, и видимо, ему начали подсказывать. Я миссионер, 50 лет старше, через меня пришло ни один, ни два сектантов-то, и многие стали из них батюшками, все до одного Московской патриархии сегодня. Но когда вот за это меня долбят, моя награда несоразмерно с моей головой велика. Это любой отец святой скажет. Дальше читаем. Благословляет делами тогда, когда обильно наделяет кого-либо духовно или материально. 2 Кориевна 9, глава 5 стих, Деяния 3, глава 26 стих, Галатам 3, глава 9 стих, 14 стих, Ефесянам 1, глава 3 стих. Для нас троекратное апостольское благословение звучит так, 2 Кориевна 13, глава 13 стих, Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. И при том, люди совершенно неверующие, подходит женщина, жует какую-то резину, накрашенную в брюках, а вот мы приехали в село Клочки, Ребрихинского района, а кто вас благословил? А с нами председатель журналиста Полтайского края, Тепляков Сергей Александрович, и он пишет статью в газету Известия, как был, и те по телефону говорят, а кто их благословил? А он говорит, вы-то откуда знаете это слово-то? Вот обольщение какое. Да Бог, говорит, написано, мне показали, говорит, Евангелие, что Бог благословил идти по всему миру, а они заглохли, а статью тогда зарубили, раз так с ними разговаривают. Вот это благословение самая страшная игра сегодня. А нет, до причастия не допущу. Это самое страшное, что есть во всем мире сегодня, это самая страшная игра, когда священники, это в Японии, тысячу лет назад, считайте, вот, играют причастием. Чуть-чуть не так, я тебя заморю, не дам причастия, сдохнешь тут же. Все. Не верьте этому. Без причастия человек спасется, если его не было. Мария Магда египетская 47 лет не причащалась, а разбойник, он на кресте не причащался. Они мне не дают, я сижу в тюрьме, но мне Бог давал и в тюрьме причастия. Два раза священники были призваны. Вот как меня Бог ублажил. В тюрьме был, по политической статье, и благочинный приехал, а уж там, казалось, ну, самый большой антипод он для меня, это сотрудничество с властями. Господь разломал все, и он для меня как ангел явился там. Отец Николай Войтович, старство ему небесное. Мы призваны только благословлять, а не проклинать. Слово благословения, благословлять в Библии встречается 503 раза, а проклинать и проклятие 162. Ничего, это как будто цифры не говорят, а на самом деле очень много. Нам запрещено проклинать, надо научиться. Да будь ты проклят и прочее. Но если проклинает и случается какая-то беда, случайно это или по проклятию, я знал таких людей, они себе этого простить никогда уже не могут. Вот у меня она знакомая, Мелодора, такая статная, видно, красивая была женщина-старуха уже. А сын пьет село Урывки, Тюменцевский район, Алтайского края. Что она ему сказала? И она толком не знает теперь сама, но будто бы я сказал, да будь ты проклят, он что-то ее задушить нашел или что-то. И он вышел на улицу и сел на скобейку. Там работали, строят там, ну, разно там, коровники, какие-то чеченцы-то. Чего чеченца сюда донесло, в другом конце села где-то. И он только слышал, закричал, он его тут же ударил ножом и зарезал. И она теперь себя никогда этого не простит. Поэтому нам нужно благословлять, желать блага. Я вот ежедневно молюсь, особая молитва за многострадальный еврейский народ. То эти люди, для меня другие эти люди, я через них получил Библию, через народ этот. Господи, пошли к ним добрых миссионеров, там есть какие-то миссианские евреи, что правильно верили, правильно верили, что Христос не просто Мессия, Он Бог. во плоти, явился во плоти. Вот как. У меня особая молитва за японский народ, чтобы Бог дал им добрую землю, чтобы они могли тут обратиться и поверить во Христа. У меня особая молитва там за Горбачева, за Невзорова. Я ищу им благословения, Господи, только бы они не умрили без покаяния. Талантливые люди, так много им дано. Я с Богом разговариваю, у Максима Горького есть такой рассказ два Бога. Два Бога. Дедушкин Бог, это он говорит, я потом понял, это старые иудеи так молятся, он ни одного слова никуда не сдвинет, и стал сразу, причастался, бороду разгладил, и теперь он говорит, помилуй меня, Боже помилится, и милости твоей поможет, и щедрот твоих глазами не моргнет. а я лежу на печке и смотрю, говорит, и вот бабушка молится, Боженька, дорогой, да вот так-то, так-то, да помоги мне, муж-то уж такой он у меня, прямо невозможно, а ведь он таким не был, а вот как стал богатеть-то, скажи, как ума лишился старик-то, а он хороший, не убивай его, о господи, старик услышал, еретичка, разве так молятся, но Алешка решил заступиться за бабушкой, и говорит, деда, а ты сейчас молился, и там одно слово не так сказал, пропустил, дед, говорит, окружил глаза, и страшно испугался, одно слово не так сказал, помилуй меня, Боже, 50-й псалом-то, Алешка говорит, я знал в этот день, он у меня обязательно выпарит, и он обязательно его где-то найдет за что-то, и будет сильно пороть, но он знал за что, вот какое дело, от деда благословения он тоже бы получил больше, если бы молчал, а баба получала вот такое, он говорит, знаешь, дед-то у тебя хороший, у меня у бабки волосы были, говорит, за сгиб ноги, и он говорит, зароется туда, ложимся спать, он говорит, волосами зароется, не нарадуется, головой зароется, мои волосы-то, а вот теперь стал побогаще, и видишь, вот как, ну бабка находила ласковые слова, это все благословение несет, и когда Бог благословляет, то и врагов его примиряется, с ним в моей жизни, это было многократно, и сказать, вот это, ну я отдельно могу всех выделить, это ни разу не получал никакого благословения, я от цыган, эти только хотели обмануть и проще, но, вот мы приходим, я живу в городе Пензе, они говорят, погадай, погадай, я однажды остановился, я говорю, давай, она руку протягивает, я стоп за руку, я тебе буду говорить, гадать не буду, она дерзнет, стой спокойно, ты всем гадал, теперь я погадаю, вот если ты не покаешься в этом, тебя ждет ад, вечное мучение, сатана тебя утащит в ад, ты в аду будешь, как она рванула, теперь, когда я так захожу, они в сумме там трудились, они все друг к другу, и сразу из-за столба выглядывают, и боялись выходить, вот и все, то есть я получил от благословения, вот такая моя была тогда миссионерская работа среди них, один раз напугал их, благословение, это значит, в первую очередь, сердце наполняется радостью, благодарение, вот какие бы ни были священники, какие бы ни были, я подойду благословение, меня со всех сторон клянут за это, католики, они еретики, то другое, не мне судить, и я видел священника, их ксенц называется, я подойду и благословлюсь, отец Андрей, Андрей, благослови меня, я думал, он так же будет руки, он так руки мне на голову положил, и крестит, и молится вслух, да благословит Господь, я взял этот ролик, даже выставил, я не боюсь осуждающих, ищите благословение, я получил благословение, от апостольского священника, к старобрячникам подошел, я поклонился в ноги, а ты вроде бы не каньянин, нам не положено вас благословить, ну ладно, без благословения батюшка, садись за стол, а то он не батюшка, епископ Силуан, а у вас нельзя иконы не те, я в другую комнату, иконы старобряческие, за стол ему, благослови, отец, да ты со мной за стол садишься, да нет, я прислушать буду, нам с вами с никаньянами есть нельзя, он у меня за столом, в моем доме, и я тогда уже решил маленько его укоротить, я говорю, владыка, нужно, пристукнет тебя, вот у меня по воинам ведра будешь сидеть, и там будешь вылавливать крошки, и будешь есть, ну конечно, куда денешься, он сразу, интересно, и на раз нужно вот такое благословение, что войдем, взорвавшуюся хулигану, попаяли епископа, я получал благословение от всех, какие только есть люди, сектанты, и даже еговисты, свидетели еговы, я не пренебрегал ничем, а как, а так, где мы с ними вместе в тюрьме отбывали, в лагере, и какие они люди, мы вместе свидетельствовались, я не молился, сертихами не замолился, но свидетельствовал, давал им из моей Библии что-то переписать, Гончар и Бурак, вот такие фамилии, Констанция Берке, кажется, хорошие ребята, но еретики из еретиков, мы должны искать благословение, если мать, учить детей против отца, она кругом проклятие черно-фиолетовым окружает всю семью, мне однажды пришлось такой семьей быть, она как сбесилась, одна, детей много, и она их натравляет против отца, и готова развестись, 17 детей может развестись, она ни перед чем не останавливается, лучше соглашусь жить со злой медведицей, лишенных детей на углу кровли, нежели со злой женой дома, она не ищет благословения для детей, я детям сказал, у вас будет всех несчастная жизнь, проклятие, короткая жизнь, у вас будут плохие мужья, принесите покаяние перед отцом, который кормит и поит вас, ее беснование на вас уже распространилось, они сейчас и посты, говорят, там нарушают, считайте, это в Японии, тысячи лет назад было, а то начнут подыскиваться под меня, я говорю из практики, благословение, отца созидает дом, проклятие матери разрушает до конца, как будто у нее нет благословения, поэтому люди не понимают как, так мы же у Бога благословение просим, но написано, благослови меня Господь, да, а в другом мне написано, благословляйте народы Господа, то есть, меня Бог благословляет, а я его, я его прославляю, он мне дает благо, дает мне утешение, и успех в моих трудах, какими я занимаюсь, вот и все, мы сегодня пошли в такое место, где люди к нам не расположены, это мы уже знаем, нам сказали, они вас даже не примут, помолимся, мы приходим туда, выходит начальник, а вы что тут хотели, да мы к вашей милости пришли, ну, да заходи, ладно, а я выхожу оттуда, он меня провожает, и шофер говорит, на своей машине отвези его домой, я выжил это благословение, у нас была такая комендант эконом здесь, у меня здесь два домика, я выиграл, 11 лет вел суд, когда освободился, Егоренко, Торбеевая детская, девичья фамилия, Надежда Павловна, и я ей дал список, какие заводы надо сходить, что нам требуется, нам нужен насос, закачивать воду в лагерь, нам нужны шланги, это РТИ, нам нужна посудка, у нас ничего нет, мы детский лагерь, я начальник детского лагеря, и вот она после ей говорит, куда бы я ни пришла после вас, они меня первый раз видят, да она, женщина такая, непривлекательное лицо была, ну, бывает такие, она это осознавала, и они говорят, как будто меня первый раз увидев, полюбили, и секретарь оставила все дела, заводит, меня усаживает, а она в улыбке расплывается, она красавица делается, как будто это наши где-то все родные, а что это, это благословение, Россия имела благословение тысячелетия, не оценили это, пошли за лысыми, за усатыми, получайте полной мерой, так вот было же время смутное, вот видите там самозванцы, а потом вот Минин-Пожарский, давайте мы сейчас Минин-Пожарский, поднимем восстание, сбросим Путина, этого самозванца, то другое, не сходится оно на другое, во-первых, он не самозванец, его выбирал народ, а во-вторых, времена меняются, два раза, три раза Бог истрелил, ну не можно что-то время истрелять, когда-то я же умру, а если ты христианин, к вооруженному восстанию не будешь подвигаться, вот 282 статья, а вот она такая, статья, это благословение для вас, по крайней мере, вы убийцами не стали, отсидите срок и выйдете, я говорю о том, что знаю, я сам там был, это благословение, нас гонят, давят, жучат, истребляют, это благословение Бога, Бог мир потопил, ему имя, любовь этому Богу, он не перестал быть любовью, Содом и Гаморра сожег, это Бог, любовь, это благословение, поэтому в молитвах, я всегда говорю, Господи, благодарю Тебя, за даруемое Тобой здоровье и болезни, за то, что гонят меня попы, там, из тысячелетней давности, из Японии, за то, что клевещут, за то, что жгут книги, как у Осипова, благодарю, это жало вплоть до от ангела сатаны, для меня довольна благодать и той, которую Бог мне дал, я в жизни никому не завидовал, однажды, чуть-чуть меня зависть коснула, не зависть, я как-то, ну, захотел иметь тот талант, два были брата, высокие, стройные такие, видные, у баптистов на Ирской в городе Новосибирске, я их не знаю, как звать, но они похожи друг на друга, и когда они выйдут петь, сторож, скажи, сколько ночи, во мне все захолонуло, Господи, я хочу такой же талант, я ремонтирую в РСЗ, как я поднимусь на крышу, как запою полгорода, и мне как будто голо, как будто, ничего я не слышал, у тебя есть талант, который я дал тебе, доступ к сердцам людей, всех слоев населения, так тебе этот талант дать, или этот дать-то, я так и содрогнулся, да тут я пропел, и никому не нужен, тут же я беседую с министрами, с профессорами, с академиками, с лауреатами, Господи, нет, сохрани меня в этом, я петь не умею, говорит, медведь на ухо наступил, да у меня медведь, он берлогу устроил на ушах, и спит там, а я за это Бога благодарю, и когда никого нет, чтобы никого не оттолкнуть и напугать, я пою, пою и благословляю Бога, а для Бога, знаете, кваканье лягушки и пение соловья одинаково дороги, потому что это его творение, как об этом пишет Белинский, равно дороги для него, вот это, что такое благословение, Бога слава, так, подожди, так, еще вопрос какой, посмотрите там, 113, так, это мы убрали, это я благословение, просто 113, да? Да. Давай. Святой Макарий Оптинский говорит, что осуждая священников, мы осуждаем Бога, так ли это? А представьте, мне задают вопрос, а в зале сидят и священники, и епископ, в университете, но я должен отвечать, мой ответ от других отвечается немногим, но самым главным, я никогда не смотрел на присутствие здесь органов КГБ, Крайовой Администрации, ни разу и никогда, как Мартин Лютин говорит, я смотрел выше голов, и я старался быть верным Богу в слове его, почему у меня любимый пророк это Иеремия, мое мнение, оно единственное в этом вопросе, единственное, откройте ворота, запустите врага, идите в плен, и там выживите, все патриоты кричали одновременно, кадилы только гремели, не пускать, все погибли, до одного залили кровью страну, сожгли, потеряли храм, и ушли в плен, я отвечаю, это мой ответ, из моей книги, открытым оком, покажи, первый том, 12 томов, в мягком переплете, а далее в твердом, и цветных фотографий, 64 страницы, 752 страницы книги, ответ, я не уверен, знал ли Макарий Оптинский, хорошо содержание Библии, говорил ли это, это мой ответ, да как он не говорил, это напечатано, а печатает многое, упускает, стилизует, добавляет, это никому не секрет, кто занимается с книгами, ладно, дальше, что сам Бог говорит о священниках, смотреть надо еще нашу книгу, к истинному православию, главу о священстве, самые строгие слова в Библии, говорятся именно о них, вот мы и посмотрим, священников, а тут написано как, кто осуждает, что значит осуждая, когда священники выходят, и вот говорят, никого не судите, у них смысл только один, не трожьте нас, я их очень хорошо знаю, не здесь, в Японии, тысячу лет назад, вот так, только не осуждайте, кого, не трожьте нас, а что мы друг друга сгрызаем, это никому дела нет, что мы воюем, еще благословлять, давайте идите, убивайте, смерть фашистским оккупантам, как Николай Ярошевич, митрополит, кричал, стоял, это были кто, НКВДшники в рясах, такие они есть сегодня, в Японии, тысячу лет назад, Сираха, пятнадцатая глава, одиннадцатой, двенадцатой стихи, не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать, не говори, он вел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном, это программа целая, стоило ли вам за Бога так припираться и лгать, Еос сказал, не надо, слово-то я скажу, что о Боге мы ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем, о Боге, какое, что, кроме написанного в Библии, вот и все, кроме написанного в Библии, я абсолютно точно знаю, и когда говорят, ну я попрошу прощения, Бог простит, не прощает Бог никогда, никому ни одного греха, за так, добавляю слово, за так, возьмите за грех смерть, Римлян 6.23, вот для этого-то сошел Сын Божий, беседуя с мусульманом, я беру только один стих, Римлян 6.23, баранами не спасается, возьмите за грех смерть, вы голову отрезаете, убиваете прелюбодеев, да, мужеложников казните, да, значит смерть, но у Бога другой, виновный в одном, виновен во всем, ты не мужеложник, а ты вот это делал, делал, ты, да пока тебя там, ну ладно, повенчал, ты знал девок-то, портил деревенских девок, как Фадеев пишет, в разгроме, ну да, ну и все, ты смертно уже, смертью пахнешь, провонял, а возьмите за грех смерть, а ты живешь, поэтому за меня умер Христос, дальше, Исайя, пророк, 28 глава, 7-8 стихи, но и эти шатаются от вина, избиваются с пути, от секеры, священники, пророк, спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной, блевотиной, нет чистого места, когда считают от секеры, некоторые переставляют буквы, говорят, от секеры, а в общем-то да, секеры напьешься, секера пройдется, по шее отмерит, все столы наполнены отвратительной, блевотиной, это означает ложными учениями, марксизмом, еретизмом, сектантством, все там, чем кормят они друг друга, и не понимают даже, и когда сегодня, даже я не говорю вообще о сектантах, сегодня православную церковь, везде называют секта, она не секта, но тоталитарный дух буквально все пронизывает, чуть что не так насмерть, я не говорю ни о ком-то, тысячу лет назад там в Японии, оттуда берите пример. Иеремия 1 глава 18 стих И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Да как так? Бог поставил против священников не просто так обличать перед всем народом, смертный приговор вынеси им, да как-то написано не судить священников, значит нет, это имел Господь в виду. Не судить, не выносить окончательный приговор, не осуждайте. Приговор Богу принадлежит. А когда они поступают неправильно, и ты умолчишь, из Икииля 3.18, почитайте, кровь его я взыщу с тебя, если ты не обличаешь. Все понятно. Иеремия 14 глава 18 стих Выхожу я на поле, и вот убитый мечом, вхожу в город, и вот истоевающий от голода, даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно. Ну как пророк и священник? Но именно оттуда главное заблуждение, это все и идет. Иеремия 32 глава 32-34 стихи За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицем. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления, и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Так как у нас вопрос стоит не просто просто вопрос, а вопрос именно о священниках, я выделяю это слово, я отвечаю, он вместе со всеми. А они обратились ко мне спиной, кто, кто перечисленные? Священники обратились спиною, а куда они лицом? Да к человекам. Перед патриархом, перед папой римским, там предания, традиции, живого Бога не знают. Мне 50 лет, я иду путем вот этой проповеди миссионерства. Я на пальцах могу показать священников, которые действительно возрожденные, которые знают. А остальные так, наученный пошел, семинары закончил и далее он работает как машина. Номенклатурщики от религии. Разные технологии забыли, как правильно говорить. Вот преподают закон Божий, считаешь, они Бога не знают. Не знают Бога епископа, плодопатриарха. Я не говорю где-то, считайте, считайте, что тысячу лет назад это было в Японии. Но возьмите это к себе, не умирайте от страха, что вам пророк сказал. По Еремии, а не я. Пророк Еремия, 23 глава, 1-й, 4-й стихи, а также 11-й и 12-й стихи. Горе пастылям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастылям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы, и будут плодиться и размножаться. Да, где-то маленько вот так. И поставлю над ними пастыри, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестье их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их. Говорит Господь. Вот он 37-й год Бог навел. 200 епископских голов в один год отлетело. Толкнули, и ничего нигде нет. Это пророчество не умерло, и речь идет прямо о священниках. Теперь пророк языки, или что говорит? 7 глава, 26 стих. Беда пойдет за бедою и весь за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Нет учения у священников, они ничего не знают, к ним обращаются. Да я ходил к батюшке, спрашивал, я уже сколько раз это видел. И что он сказал тебе? Ну сказал ты, съезди в монастырь, вот крестный ход будет, сходи там, а ты Матрона, поезд тут привезли, или мощи была? Была. А поезд Богородицы, я сходил. Ну что тебе еще надо? Вот все. Видения у них никакого нет. Они не понимают, что идет, истребляется народ, нация исчезает. И поэтому были люди, которые это понимали, но их мало было таких. Вот, пожалуйста. Пророк Осия 4, глава 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. То есть речь идет о том, что Русь крестилась при князе Владимире. Крестилась-то насильно. Ну там не было, конечно, как говорят, там 12 миллионов убитых, их-то народу-то столько не было. Это глупости, конечно. Но забыли закон Божий-то. Иначе бы все березы ободрали, на коре писали. А пошли жить в Киевские горы, с лопатами пришли. А поэтому Бог говорит, отвергну вас. И что, забуду детей твоих? Детей это прихожане, которые ходили. Поэтому во всякое тяжкое и пошли. Об этом, ну ладно. Ну Гоголь-то описывает, маленько, мы можем верить или нет. Эти верующие были казаки, да что они делали? Как они евреев убивали? Ну откройте Тарас Бульбу, посмотрите. Ну Беринский, ладно, Виссарион Григорьевич, там еще атеист был. Но прислушивайся к нему, как говорит русский мужик, мужик стоит, пощешется, а потом, говорит, в задницу пощешет, стоит. Кринки накрывать, говорит, или молитесь, а разницы никакой нет. Веры-то не было. Все только на том, я был, отстоял службу. Отстоял. Не стоять надо, а молиться. Осия Пророк, 5 глава, 1-2 стих. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы забыли, были западнёй в массиве и сетью, раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Бог никого не наказывает, Бог любит. Как не наказывает, когда написано, накажу. Это, священники, внимайте, преклоните ухо, вам будет суд. Так осуждает их и нет пророк. Священников кто осуждает, осуждает Бога. Так что пророк Бога осуждает-то? Это они уже для себя выводы сделали, оптинские старцы. Они разве не знали, что будет революция? Почему царя не обличал никто тогда? Почему царь должен был пойти теперь на Голгофа вместе с Севестом со всей России-то? Молчали, боялись, никто не обличал царя. А было в чем обличать? Было. Все боялись. Уже вся Европа освободилась от крепостного права, не могут освободиться. Вот этот Невзоров уже, он никогда бы не толкал в это место. И главное, никак нельзя. Дворяне против. И царь не может ничего сделать. А священники поднялись бы голос-то, и все, интердикт разный там, как они накладывали, не будет службы, пока не смиритесь. Импичмент. Михея 3 глава, 11 стих. Главы его судят за подарки, и священники учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говорят, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Не посреди ли нас Господь, якоснами Бог, якоснами Бог, якоснами Бог поют. Где? Судят за подарки священники, а как? Продают церкви. Когда запретили это, теперь добровольное пожертвование 300 рублей. Добровольное пожертвование, как будто обликация трехпроцентного займа. Стоят люди. И какие деньги-то? Проценты или 2% от стоимости машины, кандилака, которые освещают-то? Да это уже не симония, это грабеж, это разбойники, на пути всех ем, написано, священники, разбойники. Им говорить нельзя это, иначе мы Бога осуждаем. Бог им говорит, Бог их называет, с блевотиной сидят за столами. Чего они это не видят, что блевотина одна? Другой раз считаю журналы эти, которые аперхиальные выходят, их я называю аперхиальные мурзилки. Такие басни рассказывают, они Бога не знают совершенно. Возьмите проповедь Сперджина. Хорошие проповеди есть у Елены Уайт. Проповедь, я говорю, которая о Христе. Печатайте от Мартина Леутера, да мало ли их было, таких-то, если своих нету. Зачем нам это, когда у нас есть златоуст? Златоуст. И прям Сирин. Берите Киприона Карфагенского, святых отцов. Пророк Малахия, 2 глава, 1-3 стихи. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. Вот, пожалуйста, праздничные жертвы, все остальное. И кому это говорит? Для вас я выделил священники. И вот он машет рукой священник. Он говорит, я прокляну ваши благословения, уже проклинаю. Повторяю, 50 лет я посещаю храм без пропуска. И ни разу нигде это не слыхал. Эти слова скрыли. Я священникам говорю, ты знаешь, что ваши благословения Господь может не принимать? Как это не принимать? Да я же благословляю. Ну ладно, ты Библию не знаешь. Библию вы не любите. Но ты признаешь, что Феофан затворник святой? Ну да, канонизирован. Он говорит, если ты говоришь, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, а может быть проклинает, как написано, то чье утверждение будет в силе? Твое или Божье? Это Бог говорит им, для вас священник это заповедь. Если не послушаетесь, не примете к сердцу святую Библию, святую Евангелие, по нему жить, не обирать кого-то, не разжижать вот такую утробу страшную. На каких машинах ездит, это уже митрополит, об этом говорит уже патриарх. Стыда нету, когда народ едва концы с концами сводится. Так я осуждаю тебя, если Бог тебе так говорит. Прокляну ваше благословение. И уже проклинаю. И они ни один этого не видели. Это же за 430 лет до Христа. Уже проклинаю. Так это он еврейским сказал, не нам. Мы лучше еврейских священников. О чем мы говорим? Да если Библия так нам написана, то написано нам написано наставление. 1 Коринфян, 10 глав, 6-11 стихи. Чтобы мы не были походливы. Это нам пример поставлен. Чтобы не быть наказанными. Я еще не встречал ни разу, нигде, священников, которые могли бы предположительно допустить, что их епископ, правящий архиерей, будет в аду. Да вы что говорите? Ну а вы допускаете, что патриарх, ну не знаю какой, в Японии тысячу лет назад, ну что, не спасется. Да как он не спасется? Да так и не спасется. Большая часть священства, то есть патриархов, епископов погибает. Тирея, святой Анзатауст. А что об этом говорит нам Серафим Саровский? Три дня, три ночи молился только по одному направлению. Господи, пощади русского священника. Архиереи, священники погибают. А они этого не знают. Он три дня насаждается, и Бог заговорил. Прямая речь. Не пощажу и не помилую. Почему? Потому что вымыслами своими, вот этими преданиями, традициями, заменили Слово Божие. Как будто ни одного нет спасенного. А неужели он так говорил? Настольная книга священнослужителя, третий том, 601 страница, первая строчка сверху. По благословению святейшего патриарха Пимена Извекова. И ни на одну душу это не подействует. Дальше. Иеремия, 2 глава, 8-9 стихи. Священники не говорили, где Господь. И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Кому судиться с сыновьями? Священники. Вот с вами не человек судится. Бог. Зачем было оптининским старцам, если они это делали, подыгрывать им? Они должны были самыми грозными словами сказать. Выйдите из коммуническое движение. Монахи в Грузии сумели выйти оттуда, и патриарх Илья II вышел, а эти никак не могут выйти. Десятая глава пророке Иеремия, 21 стих. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Все в революции потянули, все эти Кагановичи, Джугашвили. Речь идет не о сектантах, не о беретиках, не о баптистах. Если мы церковь, а мы церковь, это речь идет конкретно о православных сегодня. Это о настоящем Израиле. Сделались бессмысленными. Ему прямо показывают, посмотри, что делается. Я не знаю, какой недостаток. Какое безумие совершается. И питьемья вообще нет. Оглашение из Эдити не выполняется. Любого допускают. Без всякого оглашения ладошкой мокрый разврат умов, искажение слова, как Тючев говорил. Место разврата. И не осуждайте, не осуждайте. То есть дайте нам навластвоваться власть, в слазь, как Булат Акуджава говорил. Больше другой песни как будто и не было. Еремея. 12 глава 10-11 стихи. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью, сделали его пустынею. И в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Это не к ферестимлянам говорится, не к царству шумерскому. Это говорится к законно избранному народу Божьему. Но мы-то Израиль Новый, как называете. Эти слова-то относятся к нам и в первую очередь к православным. Испортили мой виноградник. А виноградник это церковь, это паства. Затеря. Это наша каноническая территория. Ваша каноническая территория. Ужас какой. Ни одного дня не заходил в участок, захватил. Это много ли человеку земли нужно у Льва Толстого такой рассказ. Он бежал, бежал пахом и такая в шапке у этого, который продает землю, это там, ну, Ногайский князек-то. Потому что он шапки коснулся. И он бежал. Этот надо участок, этот надо. Надо столб поставить, застолбить. Он опять бежит. Едва добежал и видит, сидит сатана уже вместо князька, руки на животе, колышется и хохочет. Душу продал. Хватали, хватали, хватали. Кого хватать-то? Какая твоя каноническая территория, когда в храме порядка нет, окруженный только одними стенами. Шатание языческое. Торговля непрерывно идет. На храм-то не похоже. Покровский собор. Да это ларек. Это комок. Это дом торговли во имя Пресвятой Богородицы. Александра Девского храм. Верте про сбойника во имя Александра Девского. Присмотрите, что там делается-то. Иеремия 22 глава 22 стих. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Это речь идет о пастырях. Все пойдут в плен, а нам недалеко от этого осталось. Напротив 120, 300 дивизий, говорит, Китай, у нас только одна развернута. Это я беру уже КПРФ данное опубликовывает. Даже одной минуты никто не может сопротивлять, и не подумают. Минимум 300 миллионов сунут в одно место, и все. Для них нужды нету. Не считая то, что 2 миллиарда мусульман идут, и нам это непонятно, что милость Божия нас хранит. Сегодня об этом депутаты, все кричат, и армию разлагают, и разлагают, и разлагают. Не моя это работа и забота. Я говорю, что откройте глаза, что делается, и никого я не сужу. Если от Бога это предписано, правильно и делают. Меньше сопротивления, меньше крови будет. Захария, 10 глава, 3 стих. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь солов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего набрания. Вот когда обратятся, и тогда будет защита, и тогда поступят как? Иезекииль. 31 глава, с 1 по 23 стих. Вот тут побольше надо прочитать. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырем Израилевым, которые пастли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Понимаете, в то время, как Иезекииль-то выглядел, так ты что нас судишь, священники? Те же самые слова. А тебя кто на это дело благословил? Те же самые слова были-то. Составим заговор, давайте его, умертвим его, Иеремию сколько раз? Тогда в ров с грязью бросили. И вот, как священники, только оббирать, платите, 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 за покойника, за рождение, за крещение, все на одних деньгах. Говорят, без этого нельзя. Ну как у нас, вот наша крестово-звездочная община, у нас ни одного рубля нету. И налоговая инспекция крутилась, крутилась, и бросили нас. Ни одного, у нас все делается бесплатно. А как же живете? Святая десятина. Все. Даже десять человек в общине будет, и уже батюшку прокормим. Тем более нашего батюшку. Когда он работает сам, все, у него до ста овечек бывает. Сам. И жена агроном. Сотрудничает еще с институтом, и сельскохозяйственным, по семенам и прочее. Надо работать. У нас ни щашка не ходит, ничего этого нету. Дальше. Вы ели тук, и волной одевались, Откормленных овец заколали, А стада не пасли. Слабых не укрепляли, И больной овцы не врачевали, И пораненной не перевязывали, И угнанной не возвращали, И потерянной не искали, А правили ими с насилием и жестокостью. Вот поясняю. Это именно так. Старообрядцев хватали, мучили, гнали. Сколько их погибло! Лев Толстой помогает там духовоборам, малаканам уехать куда-то в Бразилию, там в Аргентину где-то. Житья никакого не было. Бежали в Турцию, К мусульманам староверы, И сохранили все свои корни там. Теперь так и появляются-то. Это наше все православное. Наше. Нам кого говорить, Когда мы осуждены делами своими, Кого нам судить, Искать какие-то сучки? В глазах-то лесоповал. И рассеялись они без пастыря, И рассеявшись, Сделались пищей Всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои По всем горам И по всякому высокому холму, И по всему лицу земли Рассеялись овцы мои, И никто не разведывает о них, И никто не ищет их. Это понятно или нет? Вот сектанты, то другое. Да они отчего возникли-то, Потому что не учили, Вот они и сектанты. По-другому не могло быть. Да. Посему, пастыри, Выслушайте слово Господне. Живу я, Говорит Господь Бог, За то, что овцы мои Оставлены были на расхищение, И без пастыря сделались овцы мои Пищу и всякого зверя полевого. И пастыри мои Не искали овец моих И не пасли пастыри И пасли пастыри самих себя, А овец моих не пасли, Зато пастыри, Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, Вот я на пастырей И взыщу овец моих от руки их, И не дам им более пасти овец, И не будут более пастыри И пасти самих себя, И исторгнут овец моих Из челюстей их, И не будут они пищу их, Ибо так говорит Господь Бог, Вот я сам отыщу овец моих И осмотрю их, Как пастух поверяет стадо свое В тот день, Когда находится среди стада Своего рассеянного. Так я пересмотрю овец моих И высвобожу их Из всех мест, В которые они были рассеяны в день, Облачный и мрачный, И выведу их из народов, И соберу их из стран, И приведу их в землю их, И буду пасти их На горах израилевых при потоках, И на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, И загон их будет На высоких горах израилевых. Там они будут отдыхать В хорошем загоне, И будут пастись на тучной пажите На горах израилевых. Я буду пасти овец моих, И я буду покоить их, Говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, И угнанную возвращу, И пораненную перевяжу, И больную укреплю, А разжиревшую буйную истреблю, Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, Так говорит Господь Бог, Вот я буду судить между овцой и овцою, Между бараном и козлом. Разве мало вам Того, что пасетесь на хорошей пажите, А между тем остальное На пажите вашей топчете ногами вашими, Пьете чистую воду, А оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, Что потоптано ногами вашими, И пить то, что возмущено ногами вашими. То есть прямое слово Божие не дают, А только с разными лживыми толкованиями Под существующую власть. Без существующей власти Не может ни одного шага Эта церковь прожить. Как это так? Посему так говорит Господь. Бог, вот я сам буду судить Между овцой и тучной, И овцой и тущей. Так как вы толкаете боком И плечом, и рогами своими Бодаете всех слабых, Да коли не вытолкаете их вон, То я спасу овец моих, И они не будут уже расхищаемы, И рассужду между овцой и овцою. И поставлю над ними одного пастыря, Который будет пасти их, Раба моего Давида, Он будет пасти их, И он будет у них пастырем. Вот это вот, что рогами выталкивает, Это наше положение сегодня. Мы ничем никому не повредили. И вдруг, ах, так на хроническом признании Мы признали, А то какое-то объединение. Ну, это надо объединять, Если я не хочу объединяться С теми, которые несут только смерть мне. Даже приблизительно, Вот если бы мы объединились сегодня, То их мнение обо мне, И о нас никак не изменится. А я тебе говорю, Нет, мы под ним теперь, Под теплым омофором его. Вы не трожьте нас. Да кто мы такие, Что нам верить-то? Да никогда они на это не пойдут. Это совершенно разный дух. Они боком, плечом, рогами, Да коли не вытолкают. Если бы мы ушли сегодня к баптистам, А мы бы вздохнули к писятникам, Разницы нет. Но мы находимся там, Где находились. Они там закулисные, КГБшные какие-то процедуры делают. Там делал, кто тогда, Сталин Берия, Сегодня Путин тут в это дело вмешался По объединению. А в объединении речи не было, Там все закулисно. Но в замостах у них это было. Нам главное, чтобы признали, Что мы благодатные. Не выходя из докуменческого движения, Ни каясь в сергианстве, Предательстве. Лишь бы нас признали благодатными. Ну а дальше мы уже спроворим. Тут все дело технологии. Тогда мощами, Мы их мощи возьмем, Или советы Варвары, Мы их признаем, С мощами проедем везде, И ни к одному, Из тех, Которые к зарубежной церкви Нигде не остановились даже. Это все по программе делалось. Показать, что мы мощи признаем. Это Богу нужно. А мы примиряемся на мощах. Говорить-то даже страшно. Тут мощей не хватает. Теперь распродают, там, я не знаю, Католики или кто-то, Привезли, сколько они там, Триста ящиков, что ли, С костями торгуют. Это все монахи с Афона. Это же торгаши из торгашей. О них сколько уже писал, И Павел Олепский, И кто-то это не говорил. И нам нужно сказать, Что осуждать священника не надо. Ему просто надо помочь осознать, Что он ответственный за каждую овечку. Вот за этих овечек, Которых они толкают. Златоуз говорит, Если одна погибнет по твоей небрежности, Неумышленно, Тебе, о священник, Не хватит всей жизни рассчитать. А их миллионы гибнут, А за все тысячи лет сотни миллионов. Евангелие спрятали, Каноны спрятали, Ничего не знают люди. Мы с этими людьми там все время общаемся. Но вокруг все считают, А ты кто? Я православный. Вот спрашивает когда опрос. Православный. Вот она делала, Это Цепенникова опрос. Пять лет вела исследования студентов. И оказалось на 300 крещеных, Моченых, то есть. Один только ходит, что-то знает. То есть 0,3 процента. А это все остальное стопроцентный брак. Разогнали. Овцы сделали с добычей. И оккультисты, И куда только не полезли. Вот за это вы и ответите. Вы сами себя судили. А мы, Да никогда не судили, И не будем судить священников, А будем плакать о них. Да помилует Господь всех И приведет в осознание своей вины И святости Святой Библии. Аминь. Аминь.